Мужик, как дела? Примерно вот такая пачка местных денег. Ой, такой мякрош. Главное не маленькое, главное крепкое. У нас есть занятие и для Дастера, друзья. Мы нашли озеро. Тут у нас живут фламинго. Сейчас мы попробуем их разогнать. Мякрый песок. Здесь у нас мякрый песок. Понимаете? Мякрош. Мякрош. Мякрош, да? Ой, такой мякрош. Смотри, прям такой мякрош, мякрош. Ой. Короче, фишка в том, что фламинго уже нет. Некого разгонять. Давай, просто. Или нет. Вот там что-то кто-то ходит. Вот там ходят, да? Ну ты прям в воду не заезжай. Ты просто прилети справа, да. Справа на второй, Рома. На второй, всегда на второй. Здесь первую не используют. Погнали. Нам надо разогнать этих птиц, черт побери. Ну что, я доволен? Да. Я ни разу тупиков не разогнял. Не разогнял. Ну это какие-то реально не чайки. Это чайки? Ну какие-то странные чайки. Жирные? Нет, они не чайки. Могут сюда съехать? Ну все, все, почувствовал уверенность. Вот там ты точно и до ночи будешь копать потом, да? Ну нет, здесь реально можно закопаться. Да. Ну что? Во второй попытке чайки победили. Мишу. Меня, да. Ну не разогнался тут. Ну ты да, сейчас как раз то, что ты мне говорил, то, что надо держать скорость. Да, да, да. То, что надо... Там не получилось, у нас пошли. Ну конечно, не у нас, у меня получилось там. А тут не получилось у нас, да? Тут у меня не получилось. Да, я не знаю. Ну ладно, сейчас попробуем. Чуть-чуть. Не сдал. Назад, выехай. Все, давай, ты назад. Да, назад поедешь. И едем. А потом все. У тебя уже задние выехали, по сути. Сцепление. Ты выехал, что ты? Газуй, газуй, выходи. Не наедь на труп верблюда. Вот так выглядит зона отчуждения. Восьми километровая зона, демилитаризованная, да, мусора, грязи. Ну хоть дорогу построили, раньше здесь дороги не было. Вот здесь на фронте Палисарио, где граница, стоят ООНовские военные. Интересно, у нас будут досмотреть сейчас ООН. Я ни разу ООН не досмотрел. Вот как-то кончилась дорога. Недолго они отремонтировали. Мы радовались. Смотрите, флаги Западно-Сахарской Демократической Республики справа виднеются. Вот ничейная территория. Фронт Палисарио здесь руководит. Я в Руссии. Руссия. Великолепно в Муритании. Спасибо. Потому что я работаю в формализе. Ага. Это транспорт автомобиля. Мы едем как бы по минному полю. У нас вдруг нашлись провожатые, которые захотели нас проводить. Но здесь стрёмно. Въезжаем в Нуакшот, столицу Мавритании. Вот такая вот шикарная дорога. Цивилизация. Вообще просто... Цветные дома. Да. Полно фонарей. Выезжаем. Едем сегодня в Сенегал. Вот чуть не запечатлели аварию. Они вообще тут твои просто. Едут в Нагрю. Маженеды. Все. После Нуакшота дорога начала портиться. И совсем пропала. Вон едут фуры. И мы за ними. До границы еще 200 километров. Такой дороги это часов 5, наверное. Нашли помощника, который нам приведет в Мерседес. Потому что машины старше 7 лет запрещено проводить в Сенегал. Вот этот человек нам поможет ее сделать. За небольшую взятку. Вот здесь уже начинают водиться крокодилы. Сейчас стоим. Сейчас он напишет смс-ку шефу полиции. И договорились, что я дам ему 20 евро за его посредничество. Его зовут Мохаммед Али. Если все, к нему обращайтесь. Обращайтесь в Мохаммед Али. Да. Спросите Мохаммед Али. Он проведет вам ваше старое ведро за 20 евро. И взятку шефа полиции. Сейчас посмотрим, что там попросит шеф полиции взятки. Вон Миша там общается. Друзей нашел? На тебя тачки мои. Выезжаем с Мавританией, с учетом. Вот так вот. Да, вот так вот водят машину на бездорожье. Сейчас он нам покажет технику подзывания этих. Бородавсеньку. Получаем с Мишей разрешение на ввоз его ведра. Содрались с нас кучу денег. Сейчас поедем дальше. Река Сенегал. Там красиво. Вот эта река разделяет Сенегал от Мавритании. Сейчас мы снова ее пересекаем. Ребята, мы возвращаемся в Мавританию. Вот это впереди город Сен-Луис. Там он старый город. Первый город в Сенегале, который мы посещаем. Выглядит он пока что симпатично. Да вообще Сенегал после Мавритании уже выглядит как цивилизованная страна. Хоть и африканская. Пришли на Атлантический океан. Купаться. Вот такая вот Атлантика. Пляж немного грязноватый. Но его действительно не убирает. Там территория нашего отеля. Пойдем попробуем воду. Едем кушать. Самый крутой ресторан города Сен-Луис. Сан-Луис. Сан-Луис. Святой Луис. Покровитель путешественников, любителей рыб. Морепродуктов. Поворот налево. Затем поворот направо. Приехали на заправку на первую в Сенегале. Заправляем аппараты на заправке Shell. Решили шикануть Мерс, потому что страдает от плохого бензина. Немножко троит. Вот сейчас залили супер на Shell. Стоит 700 франков. 700 франков это примерно доллар 20. Доллар 20 за литр 95-го. Дизель стоит примерно 1 евро. Едем в маленьком городке Сенегале. Городок Тебу. Туба. Или как он назывался? Туба. Умба-юмба. У них там грандиозная стройка. Олимпийский объект практически. Мечеть большая. Без пробка. Трафик. Рынок. Люди. Кони. Повозки. Все вместе. Ишаки. Ишаки. Ослы. Вот так вот. Едем уже пятый час. Поехали смотреть динозавров. Знаешь, чем здесь подножка? Если змея упадет вниз, чтобы ноги можно было поднять. Какая змея? Любая. Змея? Она сверху упадет? Ну, да. Она прыгает. Вот первые антилопы, которых мы увидели. Краснобокая антилопа. Ну что? Выпускай львов. Жирафище. Жираф, привет. Как динозавр. Вот так вот. Жираф. Привет, жираф. Привет. Ты пылья с гирафами, а где? Слышь, ты иди сюда. Сама подойдет к нам. Он явно хочет что-то сказать. Он хочет, да. Он хочет пнуть Мишу ногой. Сейчас ты с ней уже поедешь. Смотри, близко вообще. Пять метров. Ты. Давай, иди сюда. Давайте-ка поедем. А он, да, он, что-то я таких жирафов не люблю. Он настроен. Блин, здоровый. Хорош. Никогда тебе близи. Из травы только голова торчит, да? Приехали в национальный парк Фатала. Этот парк отличается тем, что здесь водятся черепахи. Они не нападают на людей вроде бы, но вон та достаточно агрессивная. Дальняя. Это немножко шифруется. Наверное, это девочка. Мужик, как дела? Старая. Смотри, видишь, уже клюв какой покоцанный. Попали на черепаши и секс. Вау. Что делать? Да. Вы можете взять полосы. Вы можете взять полосы. Она сказала, что это будет продолжаться не меньше часа, что вы можете доесть, и вам еще надоест. Вот мужчина, да? Вот это мужчина, да. Серега идет выбирать полосы. Я бегу, бери, бегу. У меня вот такая. Сему дают по палке. Короче, это меч мой. Отбиваться, да? Возьми дверь. Отбиваться. Это маленькая мне. Мне надо еще. Вот это мой хасбенд. Все, две палки. Вот на, две палки. Что-то у тебя палка маленькая. Нормально. Палка-ковырелка. Палка-ковырелка. Прямая, правда. Нет пистолета с одним патроном. Тебе маленькая палка, нет побольше. Одного патрона, сураки. Главное не маленькая, главное крепкая. Идем кальван. Напились. Ребята напились, наелись, чтобы медленнее бегать. Может, не поделись? Сейчас все вместе пойдем. Заходим. Не во проблему. Не во проблему. Здорово, вы и львы. По телевизору они выглядят меньше. Вот так вот гулять со львами. В Сенегале, на границе с Гамбией. Стоп, стоп. Стоп, стоп. Оп. Ух ты. Молодец. Все, мы прошли границу. Просто заполнили для них бумажку одну сами. И... Что мы? Мы все, мы едем. У нас было несколько минут всего. И все. Насим. Насимаем кока. Мы с трудом перешли границу с Гамбией. Что ты думаешь по этому поводу? Вообще, что произошло? Почему нас так это... Произошло просто пи***ц. Началось все с того, что мы решили вечером успеть пересечь границу с Гамбией. Это было 4 часа дня. Все было очень быстро. Мы быстро выехали из Сенегала. 15 минут. Буквально, да. 15 минут. Быстро въехали в Гамбию. Тоже буквально там 10-15 минут. Потом местный все-таки решил, что нам нужны визы. Я его уговорил, что нам не нужны визы. Он сказал, нет, вам нужны визы. Мы заплатили 65 долларов за визу. Однократную даже. Потом я ходил, менял деньги. Потом мы эти деньги тысячу раз пересчитывали. Потому что 7 человек на 65 долларов. Это получилась примерно вот такая пачка местных денег. Мы их все пересчитывали. То там было нормально, то не хватало. То потом нормально, то снова не хватало. Короче, я отдал ему косарь сверху. Косарец, сука, 20 паксов сверху дал. Все стало хватать. Визы выписали. Потом ко мне пристали с машиной. Сначала скажут, что у меня нету корне де пассаж. Я им сказал, я знаю. Они сказали, надо. Я сказал, не надо. Они сказали, надо. Я им показал письмо. Которое нам дали на таможне Сенегала? Какое таможне Сенегала? А, которое ты придумал. Которое ты придумал. Вот такое письмо на английском и французском языках. С печатью и подписью мистера М. Ди Холланда. Если ты смотришь это видео, дорогой М. Ди Холланда. Да. Может быть, как образец. Такое письмо позволило нам проехать без корне де пассажа. И сэкономило определенное время. После этого нас пропустили. После того, как корне де пассаж мы показали. У нас был. Нас пригласили вежливо на досмотр вещей. Перешерстили все. Искали медицину. Медицину. Медицинская граница осталась таким же. Три часа. Но проблема в том, что у Гамбия была одна из самых простых границ. Мы должны были пересечь быстро. Но все это вместе заняло три часа времени. И после этого мы тронулись. Поехали. Но нас тормознул другой негр. И сказал, я кастом, я таможня. Давайте, я проверю вас еще раз. На что мы сказали, нас уже пять раз разные люди проверили. Он сказал, нет, я кастом, я таможня, я должен вас проверить. Да. Фонариком посветил просто на машину. Походил там, постучал. Да, открыл багажник. Постучал, подкрыл багажник. Не вытаскивая вещей. Просто сказал, все окей, ребята, у вас все в порядке. Вы можете спокойно ехать. Мы поехали. Вот так вот мы решили по-быстрому пересечь границу с Гамбией. Попали сюда. Здесь паром. В 10 часов последний паром уходит. Мы рискули на него не успеть. Но за взятку начальнику парома мы вот успели. Сейчас стоим, его ждем, пока он придет. Я надеюсь, мы ждем не утра. Да. Я надеюсь, что мы ждем просто следующего парома. Ждем мы уже часа, наверное, тоже полтора. Не, ну там какое-то время я покупал билеты. Причем, когда ты подходишь покупать билеты, я спрашиваю страховку на машину. Я приношу им страховку на машину. Они говорят, ой, ну вы знаете, у вас машина иностранные номера, поэтому для вас стоит в три раза дороже билет на паром. Какая разница, с какими номерами? Настолько было уже насрать, что я с ней согласился. После этого она сказала, что ой, а вы знаете, вот мы в Гамбии и тут Даласи. И как бы вот нам эти Даласи вообще нафиг не нужны, дайте нам сенегальские сефы. Вот, и я пошел менять доллары на сенегальские сефы. Платить за паром, платить за пассажиров. Вот, ну в общем, с горем пополам мы вроде въехали сюда. Сейчас ждем от парома. Ну так все, в принципе, все просто. Просто занимает время. Все, все офигенно. В Африке, все, что вам нужно в Африке, это только деньги и время.